МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несмотря на то, что к новому объекту жители относятся бережно и сами следят за чистотой и порядком, говорят, видеонаблюдение все же необходимо. Кроме этого, просят оборудовать так называемое спортивное ядро. Глава заверил, что и этот вопрос постарается решить в кратчайшие сроки. Накидаем концепцию, с вами согласны. Хорошо, спасибо. И уж точно в следующем году появится. Если удастся что-то сэкономить или переставить какие-то планы, мы можем идти в этом ближе к осени. Сейчас посмотрим, как будут развиваться события с экономикой. Немало вопросов у жителей поселка горбольницы номер 45. Наиболее острые – нехватка детского сада, почты, фельдшерского пункта. Тем более помещение для этих объектов уже есть. Он закрыт с 2020 года тоже, в связи с тем, что там требуется, он находится в квартире в 30-м атоме, а необходим, конечно, нормальный ФАП, современный. Участок под этот ФАП есть, он в центре села Веденского, это территория бывшего Веденского сельского совета, он оформлен. Здесь же могла бы расположиться и аптека, пока жители ездят за лекарствами в другие населенные пункты. На встрече были также озвучены предложения по благоустройству территорий. Там необходимо оборудовать тротуар со спусками, с лестничными и обустроить карманы для разъезда встречных машин. Кроме этого, необходимо оборудование парковочных мест, примыкающих к внутриквартальной дороге. Эти и другие проблемы Захаровского глава округа поручил детально проработать своим заместителем. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».